что друзья всем привет заждались вы наконец-таки мои очередное видео в котором я хотел бы поделиться своим новым проектом почему их называю проект это потому что в каждой технику которой я делал я вкладывал очень много сил и хотел бы проект немножечко рассказать и показать и вообще что за техника парня я понимаю уже заждались я заинтриговал кто-то уже наверно догадался кто-то еще нет но давайте наверное все таки попробуем разобраться вот есть у вас например определенная на сумма а вы ездили на бирби отлендер тысячи xmr и вы понимаете что садиться на модель какой-нибудь цилиндровым мотором вы явно не будете в то же время вы не будете садиться на технику там 650 лошади кубов 800 вы естественно будете смотреть литровую версию на сегодняшний день литровых версий у нас не так много как вы знаете это у нас есть гепард появился своим 75 сильным мотором вроде бы 75 а может быть и меньше сев мото хорошим мотором шар макс бирпи одесс бирпи одесс ну и что там у нас еще что-то еще осталось такое там где-то на окликах почему ребята делая выбор со всей этой техникой я понимаю только в первую очередь того что это доступность материалов то есть что подразумевается это по обслуживанию техники по тому что можно будет узнать как отремонтировать доработать и усилить и опять-таки по знакомству техники которые я уже много ковырял своими собственными руками понимаю что как и где сделано конечно же некоторые наверное из вас думают что что же он за техника выбрал а на самом деле в принципе всех перечисленных v-образный мотор исключением cf moto схожесть у нее конструкции сберки очень сильно отличается но тем не менее она тоже есть не глобально но на какой-то присутствует посему ребята я бы хотел теперь немножечко уделить внимание цифрам наверное все так вот друзья ну конечно же эта техника это она ладно не буду вас сильно томить ребята это естественно одесс 1000 но эта версия не мат про как вы многие думаете а на самом деле обыкновенной версии пач кросс или под кросс только не называет это на самом деле связано с чем во первых цена но цена техники на самом деле я приобрел 2022 года модельный модельный или год выпуска короче говоря ребята и соответственно ценники можете посмотреть на это я думаю вы еще можете встретить такие версии продаются за те деньги и вы задать вопрос а почему ты не взял версию мат про банально просто ребят деньги все очень просто деньги по-хорошему я посчитал и что с этим я мог сделать то есть поставить вынос радиатора поставить шноркель поставить 30 колеса кофр ручки с подогревом и по сути меня версии мат про она не сильно отличается от версии мат про то есть там с 7 еще дисков с бед локами ну и извините меня конечно же версия мат про очень много сделано доработок начиная от и заканчивая всякими различными сапунами все 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 стану я делаю это собственными руками я понимал что на это уйдет какой-то очень большое количество времени но я подошел очень тщательно насколько тщательно вы можете посудить помог утро цикла я в принципе расскажу об этой подготовке своем следующем видео не пропустите его смотрите там чисто будет техничка буду показывать где и что как я переделал что переплакал что менял когда работал смазывал разбирал перебирал вот эти все элементы короче вы можете посмотреть на следующем видео а сейчас давайте немножечко пройдемся потому что в технике в своей я поставил что переделал что сделал и на самом деле стаке необычные моментики который может быть вам очень понравится из интересует кто-то может сделать похоже кто-то может быть скажет не очень пишите в комментариях расскажите что вы думаете под повод того что я вот сделал и может быть вы посчитаете что я сделал ошибку вы поставите что-то другое или лучше он был в версию выбрать мат про или не мат про короче пишите ребята гадости не гадости мне будет интересно почитать чем больше срач чем больше холивара тем больше мне это понравится друзья вот для группы квадра 33 александровского района владимирской области я понимаю парни многие из вас наверно уже заждаюсь че там так долго твою мать строил но ребята уходил очень много сил времени потому отпуск не отпуска плюс знаете там хозяйственные дела не хозяйственные итоге я его закончил парни я его закончил смотрите что из этого получилось ну что парни вот на моя техника тогда так давайте проговоримся значит что я поставил поставил я вынос радиатора как вы можете заметить от trophy pro на самом деле очень хорошие ребята подошли очень тщательно не реклама рассказываю многие из вас знают видели я думаю наверно пониже чуть-чуть подопущу радик более наклона но это уже вопрос такие мелочи значит во первых снимается облицовка облицовка это снимается промывается продувается от семечек от всего того что есть собственно говоря вот если так скажем дополнить радиатор trophy pro прям вообще топчик мне нравится далее что ребята я заменил штатную лебедку поставил сюда супер винч поставил никакие не терры я поставил сюда простую версию lt 4000 парни lt 4000 куплена была на озоне там за какие-то сказочные деньги их было прям две штуки я прям успел так скажем вырвать ее вот за там сейчас скажу по-моему за двадцать семь тысяч рублей когда она стоила там 35 40 где-то так вот ну фортануло поставил иксы многие кому знают но собственно говоря вот поставил их хочу попробовать закатал их в бронепленку поставил я их собственно говоря подключил на как это называется на габаритную часть подключить у меня отдельные иксики горят включаю ближний у меня ближний включать дальний у меня отрубаются это и включается дальний почему для того что когда выезжаю на доп я подсвечивал себе так скажем небольшой часто дороге машина проезжает встречная я включаю обратно аврору пока покатаюсь так из до балок ставить не буду временное решение пока вот таким образом разместить сюда это не тушит ли я его соответственно поменяю потом на бонтал пока какой вот есть поставил на быстросвим не только не знаете пара не нравится мой момент болтающий может кто подскажет знает тут вот эта часть далее поставил шнуркель шнуркель а-ля берпи это не оригинальный шнуркель есть какие-то такие вот косички которые мне прям коробит моя собственно говоря мой взгляд но тем не менее как есть также переделал здесь у меня выход вариатор в этой части находится то есть прям как вот по заводу берпишки практически выдувается весь сюда значит что у нас здесь дальше пошло ребята кома 30 хвалите и радуйтесь одновременно или пишите нигде отзывы что еще как я короче прокатился первый так скажем километр пока непонятно в целом едет но у меня стоять ее и ты стоишь три ребята они отрабатывают прекрасно по крайней мере но я может быть поставил бы помягче пружины сюда лет чтобы был все-таки более такой кайфовенький помягче нож порегулировать но в целом я очень доволен значит мне пока понравилось дальше посмотрим что как я буду рассказывать про нее про кому не будем сильно за не задерживаться здесь ничего такого специфического сверхъестественного значит стоит прошивка от волны ребята стечь 2 пробуйте катайтесь поставлено здесь далее что у нас поставлено значит руль романович развалюшим не подогнал продал бы парни конечно же продал офигенский руль мне понравился сначала очень качевряжился по поводу вот этого разноцветного вильтеперсова и сейчас уже привык и всему нормально сначала так хотел бы черненький вот его фирмовые проставки отработаны переворотами его прям на собственном к говорится опыте поставил лететь подогревы они ставятся очень прикольно очень легко заходят и на саморезе если меняете рули спокойно вытаскивать еще проклеивать не нужно вот остались еще от зеркал ну поскольку здесь нету за закладных то они не крепче в принципе без них а там дальше посмотрим что да как дальше значит у нас это пока все оставил ничего не менял сделал крепеж такой для телефона рассказываю сразу продаются такие вимси скутеры вот у них таких в комплекте шли держатель для телефонов офигенный железный крепкий мне прям зашел так дальше что тут у нас дальше что тут у нас идет он дальше по стандарту значит по закрепила я как это называется то господи кофр в panzerbox сразу говорю сделал его на быстро съемок вещи у меня немного но очень уместительно ну сразу скажу производитель кофра panzerbox сделайте тот кофр который был у вас ранее вот panzerbox pz 1000 норма который был смотреть в чем прикол ну вообще трешняк и когда и когда этот кофр открывается на пол и смотреть что происходит он подвисает вот эти элементы на грани вы выламывания вот верните ту версию panzerbox которого делали pz норма который плоскенький такой был вы знаете про какой версии я говорю он реально лучше вот этот при мне не нравится также место чуть-чуть срезаны по моему не помню точно ну короче вот эта версия мне не очень нравится я раньше сюда мог ставить и открываю водичку еще он прям открывался на больше все свои 180 градусов как-то примерно так это тут висит он вроде сейчас вот уперся в площадку посмотреть ну честно скажу мне этот не нравится а так как он небольшой офигенский классный кофрик так фары задние закатала бронепленку ничего с этим не сделал поставил насадку на зад не вниз как многие делают почему именно назад потому что ребята когда вы едете из-под колеса вываливается и когда у вас набрали насадка вниз вот это все залетает туда и может посмотреть какая там чернота грязюк и таким слоем сбивается собственно говоря вот на этих этапах поставил стропу буксировочную корзо защитную как угодно называйте веревочка это сделано не как он они полкорда вот это веревочка сделан там не канистр хранится и в то же время препятствует открытию короче закрою потом неудобно на рукой ну в целом с таких моментов что поснимал все щитки к чертовой матери ребята охлаждается мотор удобно его мыть не знаю зачем вы их оставляете также поснимал все вот здесь удобно мыть доступ видно если что у вас когда вот вы закрываете щитками у вас вроде бы как бы нет но вот это все потом забивается грязью и она не вымывается убирайте к чертям все на хрен вот эти вещи вы там боитесь что что-то повредить ну слушайте скажу вам так японцев у них все вот эти элементы квадроциклов имеется все открыто все открыто почему вот не делайте вот это сюда еще не успел поставить разместился вот в таком формате все здесь вот так вот сделано переделано и к сети у меня так закреплены все на штатных крепежах ну чё могу сказать ребят вот собственно такая вот у меня получилась техника на 30 каме про резины буду отдельным роликом сниму расскажу когда как она у себя поведет как она едет потому что вот как бы сейчас вот с утра на говорить первый там условно говоря пять километров ничего не дает вот примерно как-то так ну что парни ну чё парни вот такой получился у меня квадроцикл так вот я усыбирал перебирал очень много вот так вот вот руками очень много приходилось поработать и если вы не хотите или не может руками поработать конечно берите версию мат про которые заработка единство вам только нужно будет в последней версии таки при провере добавить смазочки фишки и кстати ребята дилеры пожалуйста доделывайте это говорить об этом снимаете об этом тогда технику будут покупать именно у вас это будет вашим конкурентным преимуществом которые вы можете показывать на рынке и люди будут покупать именно вас благодаря этим наделкам и не делать им вот это ну что друзья всем спасибо за то что посмотрели следующее видео будет достаточно интересно не будет технического характера покатуршичного характера тут в зависимости того как у меня будет время буду монтировать и выкладывать что где купить ребят напишите скажу вам расскажу покажу резину на самом деле купил стелс-центре ребята кстати тоже стал центре купила вот всякие шноркель шморкель все вот это у них есть запчасти есть кому купил тоже в стелс-центре ребята прям все сделали приехал доставил аморта купил мотора и в шопу марии прошивка от волны она собственно говоря в самой волне заказал волну александр парень вообще классный здоровский собственно говоря ребят ну что рассказывать смотрите дальше всем спасибо за просмотр пишите комментарии будет очень приятно квадро жизнь 33 ребята из александрского района всем привет и до новых встреч на покатушках